МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации телерадо-компании Гомелю, студии Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Жнево амаль завершана, ликадзе на опошние гектары. Самые корыстные крупы в регионе нарыхтовывают гречку. Гисторые керна. У Гомеля открыты адзины у Беларуси центры, опрацовки, доследования и заховывания гэтай горной породы. Восень на порозе, на гэтым тыдне похолодаем. А зараза б гэтым меньшим больш падрабязна. Опошние гектары площу збожжевых засталося убрать беларуским аграрем. Агульный каравай важать амаль 5 млн 200 тыс. тонн. Пакашчики нашего региона 97% до плана и 600 тыс. тонн збожжа нового ураджаю. У лидерах по намолоте селета буда Кашалевский район. Тут собрали амаль 70 тыс. тонн. Каля 65 тыс. тонн на рахунку агрария у Рэчицкого района. Чарговая задача больше, как 300 тыс. гектаров кукурузы. Насила сужен рыхтована каля 8%. Уборку на зерне распачали пакуль только у Брагинским районе. Все лето на Гомельщине чекается великий ураджай Грэчки. По оценке специалистов областного комитета по сельской господарции Харчаванни, собранных охопить, как задоволить потребу усих установ адукации региона. А про жатого ураджай дозволить додатково загрузить могутности перепроцовочих предприемствов. Грэчка 2018. У Матреяля Олега Синсюрова. Для гомельской птушкофабрики грэчка – не головная культура. Основный упор тут робится на кукурузу. По великому рахунку выросшиваются ее только с этого года. Массовая уборка начнется на проконце версии. Причем, рентабельность грэчки чекается на уровне 50-70%. А про чатах у палетки с грэчкой оценили все местовые пчеловоды. Сколькость вывезенных сюда в улев увеличалась сотнями. Для отримания саправды якостного меда предприемство навод унесло коррективы у технологичный процесс. Хоть, с иншого боку, выгода тут взаимная. Не будет опыления рослин, не будет и урожаю. Боролись с сорняками, применили почвенный гербицид, потому что это проще для нас, потому что много пчеловодов проезжают с пчелами на опыление. А если мы начнем работать контактными ядами, значит, это уже вред пчелам, будут конфликты, нельзя это делать. Поэтому почвенник применили, забыли. Пчелы работают и нам хорошо, и пчеловодам хорошо. Гречка – культура достатково потребовальная, а еще летние климатичные перепады для ее оказались опрымальными. Середняя урожайность ждет на уровне 21 сантиметров с гектара. Это достатково высокий покажек, собранного в этом году повинно хопить, чтобы полностью задоволить потребы региона. Гречка тоже есть, наросла хорошая, так что будем обеспечены наши детские учреждения, закрытые учреждения будут обеспечены крупой собственного производства. Я боюсь варить точный результат, и мы только начали убирать, уже намолошено 200 тонн гречки. Я думаю, что, ну, 3000 тонн намолосим. Гречка, саправдой, уникальная по своем составе и властивостях, и она утримливает так шмат необходных для человеческого организма речевого, что без шкоды для здоровья можно некий час харчаваться одной только гречкой, и значная частка сегодняшнего урожая будет накирована у школьной столовой. Сгоды с нормативами, что день школьник повинен отрывать до 40 граммов крупов, это и рис, и овсянка, и проса, а не по словам самих работников столовых, самая запотребованная северная ученца у гречка, особенно, когда ее правильно приготовить. Первые тонны гречки нового урожая начали примать на Гомельском кабинете хлебопродуктов. Сегодня это самое буйное в Беларуси предприемство, где працуют с этой культурой. По первых оценках, якось зерня добрая, а тому и продукт повинен отрываться якосом. Непосредная перепроцовка почнется позднее, когда на складах будут запашены большезначные объемы. У отроди нет шматы каких-то инших предприемств. У Гомеля выкористовываются технологии, которые дозволяют максимально полно заховать у себя корыстные якосы. Знешняя такая гречка имеет светлый колер. Она перерабатывается на нашем заводе в щадящем режиме. Крупа подвергается тепловой обработке паром при температуре 105 градусов в течение 5 минут. И, соответственно, все полезные вещества, которые находятся в самой зерновке и в оболочке, они переходят в крупу и тем самым ее обогащают витаминами группы В. Первая гречка нового уроджаев поступить в продаж у Костричнику. Алексей Теров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Беларуснафта планует селета повеличить объемы геолога-разведочных работ на 60%. А в этом сегодня поведомили журналистам по час пресс-тура у Центра працовки доследование и заховывание керна. Керн – узор горной породы, сдабытый при допомозе Буренне. Его доследование необходимо, как вызначить на керунок проведения работ. Дмитрий Котов протягнет. Вот это сердце Центра – керна сховища. Тут заховываются узоры горной породы, которые добываются в Беларуси. Ранее весь материал находился в разностайных ангарах в Гомельской и Минской областях. Это не дозволяло бы корыстовывать его на 100%. Ситуация изменилась в 2015 году со заявлением Центра працовки, доследования и заховывания керна. За период 2016-2017 года весь керновый материал по нефтяным месторождениям был сконцентрирован в городе Гомеле в Центре обработки, исследований и хранения керна. Данный керн был систематизирован и каталогизирован, и уложено на долговременное хранение, потому что есть такие территории, где у нас керн не полностью разведан. Ну, как бы отбора керна на этих территориях не было. А чтобы произвести исследование, нам необходимо исследовать, может, похожие площади с похожими условиями. Керн, яки тропляя у Центр, отправляется у лабораторию для доследования. Однако, першепочатково проходит специальную процедуру под рыхтолки. Процесс подготовки заключается в экстрагировании или очищении имкосного пространства горных пород от углеводородов. Эти углеводороды могут содержаться в порах, кавернах. Процесс экстрагирования у нас проходит в стеклянных аппаратах САКС-ЛЕТА с помощью органического растворителя ТОЛОУ. Метод экстракции заключается в длительной выдержке образцов керна в горячем растворителе при близкой к температуре кипения образцов. Головная задача у всех проводимых манипуляций с керном – наметить на керунок и геолого-разведочных работ. Отриманные дадины и выкористовываются при подрыхтолцы структур для бурения новых сведровин. Дякуючи заявлению сучасного центра, объемы геолого-разведочных работ на предприятии «Беларусьнафта» что год повелишиваются. Все лето плануется прирост на 60% у поравнания с минулым годом. Задача на наступный год повеляшения еще на 30. Впервые в новой истории мы поставили себе сильный план в этом году компенсировать уровень годовой добычи нефти полностью запасов. А это в 1 миллион 670 тысяч тонн. Вот это, наверное, есть главные ответы, что позволяет нам этот центр. Он позволяет нам вооружать информацией для самого главного нашей задачи, для геологов. Это увеличение объемов происходящих работ. Сушественные обсталявания, а так само квалификованный персонал дозволяют предприятиям активно развивать экспорт послуг. Размова в первую очередь про Россию и Украину. Однако специалисты добро себе зарекомендовали и в таких далеких краинах, как Индия, Венесуэла и Эквадор. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у «Гомель» прошел первый семинар-практику по продаже экспресс-тестов на ВИЧ в аптеках. Специальный тренинг для провизоров и фармацевтов провели консультанты объединенной программы «ААН по ВИЧ СНИД» в Беларуси. В мае минулого года «Гомельская область» стала первой в Украине, где начали продавать экспресс-тесты на выявление ВИЧ по слене. Для продажи в аптеках и выкористаниях в медустановах их закуплено больше, как 5 тысяч. Тесты можно набить в державных аптеках во всех районных центрах. За полтора года фармацевты реализовали 1700 экземпляров. Именно это супрационники аптек, звычайно, один, кто может компетентно расплумачить человеку, який хвалуется в своем статусе, как провести диагностику в домашних умовах. В аптеках так само подкажут, як вызначить, циварь та робить полторный анализ по крови. Существует определенная такая дискриминация внутренней стигмы и внешней. Люди боятся пойти в поликлинику и просто сдать просто по крови. А тут такая возможность. Пришел, купил в аптеку, провел себя дома сам, экспресс-тест, по слюне, получил результат. И там решаешь, соответственно, что тебе делать дальше. Если у тебя тест положительный, то, соответственно, ты не нужно сразу пугаться. Человек должен обратиться, соответственно, уже в органы здравоохранения и сдать тест по крови. Подрихтовку по 46 новых квалификациях почнуть у гэтым навучальным годе в установах профессийно-техничной адукации нашего региона. Об гэтым поведомил начальник головного управления адукации Гомельского обл. Виканкама Сергей Порошин на региональной Жневинской педконференции. Например, по заказу Гомсельмаша на базе Гомельского автомеханичного колледжа будут рехтовать автомехаников. У Гомельским профессийным шмат-профильным лицей и Рогачевским профессийно-техничным колледжи будут уников рабочих для маслоробной, сыроробной и молочной вытворчасти. До речи, прием в установы профессийно-техничной адукации не завершены. У семи установах и он продолжен до 15 вересня. Павеличится в регионе и колькасть школьников, які займаются профессийной подрыхтовкой. Я на закрайне усіх десятиклассников, окромя тих, что навучаются у профильных классах. У школу с добрым сердцем. Доброчинную акцию под таким девизом организовали волонтерские отрады «Открытые сердцы» и ассоциация семью, дятей-инвалидов и молодых инвалидов с ДЦП и спинно-мозговыми патологиями. На доброчинном святе дятей чакали уручение портфелю со школьными приналежностями, гульни за аниматорами и солодкие подарунки. Перший раз не только у перший класса, але и первый раз в житии стать головным героем свята у Аграсадзибе. Можно покататься на Орылях, на березе в озеро, погулять на дитячий плядцов, цикаля яблоневого саду, а головная прокатиться верхом на кони. Погладить и оседлать великих грациозных живел одважились и не усе. А как проехать верхом на Апоне, не помянув цинюша, выстроивались у шаргу. Не было отбоя отжадающих заробить малюнок на твары и перетвориться про допомозе аквагрыма у феев, те супергероя. Детки чувствуют себя замечательно. Вообще, настолько все интересно, все так организовано. Спасибо огромное ребятам. Дети чувствуют себя. Вот мы сегодня именно, Санечка, первый раз, но как будто уже здесь были. Такая атмосфера теплая. Очень интересно. Заробить святоведов для детей, те, которые пойдут в первый класс, в агульно-эдукационную школу и те, кто будет заниматься в специализованной научной установке обо дома запоминальным, вот главная задача акции. Дети разом гуляли с аниматорами, спевали, делились уражениями о подарунках. Портфели со школьными приналежностями отримали 16 будущих первоклассников. Акции мы проводим систематически, регулярно, не только посвященные Дню Знаний, но также посвященные Дню Защиты Детей, новогодние праздники и все, возможно, другие мероприятия. Конечно, всех детей охватить это нереально, но хотя бы некоторым детям можно организовать подобный праздник. Наталья Капрыленко, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоя компания «Гомель». В улице – екипицент подей творчих, модных и смачных. У Гомеля прошло мероприемство под назвой «Креативная Ириненская». Его промерковали до года малой родимы. Организаторы мкнулися показать, что городская улица может быть местом, наполненным энергетикой, тепленьей и традициями. Гостям «Креативной Ириненской» пропоновали показ модного дня и школьной формы, дегустацию натуральных фермерских продуктов, а так само знакомство с творчостью гомельских ромесников. Мероприемство выкликало великую цикавость у городжан и зародило добрым настроем. Мы считаем, что малая родина – это не только наша любимая родина Беларусь, но и города, улицы. И вот на нашей любимой улице Ириненская, где мы живем, работаем, мы организовали такой праздник для детей, для взрослых, чтобы каждый нашел здесь занятие по душе. И мы очень рады видеть наших гомельчан такими солнечными, приветливыми, улыбчивыми. Очень приглашаем вас на нашу Ириненскую улицу. Выстава под назвой «Палешуки» открылась у музея фотографии «Идруку» в экспозиции работы гродзенского фотографа Натальи Дорош. Черно-белые здымки заперет с 1976 по 1985 год демонструют сельские пейзажи, портреты и життё вязковых людей у працы и спокои. Гэта щирая и пранизливая работа, яке, до речи, николи не подвергаліся рыдагаванню або апрацовцы. Зараз, я на яшчэ, их исторично важная, бо у них зафиксавана тое життё, якое николи не вернится. Галонные герои фотосюжета у реальные люди жихары вёзки Букча Лельчицкого района. Для нас было интересно очень самим, что посетители нашей выставки узнали на этих фотографиях своих родственников. Она, спасительница, увидела своего дедушку. И она попросила эту фотографию себе, чтобы подарить своему дедушку, который ещё жив. Фотографии были сняты в 1970-80-е годы. У Гомеля у День города пройдёт международная выстава «Винограду». Яе організуя аматорский клуб «Виноград Гомельщины» при потребности мясовых уладов. Выники своей оселянской працы представят беларусы, украинцы и россияне. Выращивание винограду перспективный накерунок для нашей краины и уже даёт бачные выники. Гости Дня города смогут увидеть их на свои очи и переконаться, что по смаковых якостях мясовый виноград не соступает привозному. Парад сонячной ягоды запланованный на 15-го виросня. Геты, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивные огляды». Я с вами развитываюсь. Я дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Несоблюдение правил работы в охранной зоне линии электропередачи привело к гибели человека. Трагедия произошла накануне при уборке урожая в деревне Убарок Лоевского района. Погибший работал в местном хозяйстве, но в этот день у него был выходной. Комбайн сельхозпредприятия оказывал услуги жителям по уборке зерновых на приусадебных участках. По предварительной информации, в какой-то момент техника сломалась, и чтобы помочь в ремонте, владелец участка забрался на кабину, приблизившись на недопустимое расстояние к высоковольтной линии с напряжением 110 кВт. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Первоначальный осмотр подтвердил версию поражения электрическим током. Экспертам также предстоит выяснить, был ли погибший трезв на момент происшествия. Лоевским райотделом Следственного комитета проводится проверка. В этот же день, примерно в половине второго ночи, в областном центре произошло ДТП со смертельным исходом. 22-летний молодой человек за рулем спортивного мотоцикла «Ямаха» на большой скорости ехал по проспекту Ленина. На перекрестке с Интернациональной дорогу ему преградил автомобиль «Шкода», который двигался во встречном направлении и поворачивал налево. По предварительной информации, байкер завершал проезд перекрестка на моргающий желтый. Удар от столкновения пришелся на переднюю правую часть «Шкоды». Мотоциклиста протащило по асфальту несколько десятков метров. От полученных травм он скончался на месте. Водитель мотоцикла имел водительское удостоверение категории А, М, Б и С, однако право управлять мотоциклом он не имел. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Возбуждено уголовное дело. Сокрытие товаров от таможенного контроля привело к изъятию автобуса. Автобус марки «МА» сообщением «Одесса-Минск» следовал из Украины через пункт пропуска «Новая Гута». При осуществлении таможенного досмотра за стенкой технологической ниши, которая располагалась за водительским сидением, обнаружено около 60 килограмм косметических средств для маникюра. В ходе проведения опроса водитель признался, что данный товар он получил в Одессе для последующей доставки в город Минск за денежное вознаграждение. Средства для моделирования ногтей, общей предварительной стоимостью около 12 тысяч белорусских рублей, а также автобус, которым был сокрыт товар, общей стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей, изъяты до решения суда. Предварительно из-за аварийного режима работы электросети произошел пожар в доме на улице Светлогорской областного центра. Огнем повреждена веранда и уничтожена крыша дома на две семьи. Глава одной из них при спасении кота, оставшегося в доме, получил термический ожог кисти руки и головы, а также резаную рану лица. Жильцы второй половины дома не пострадали. Еще дом, усатым и хвостатым, помощь оказывали дежурные подразделения МЧС. В первом случае лапа котенка застряла в радиаторе отопления, а спустя 20 минут спасатели освобождали кота, который не мог выбраться из оконной рамы. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусские атлеты завоевали 8 наград на чемпионате мира по гребле на Байдарках и Каное, который завершился в португальском Матемор-Увелью. На счету наших спортсменов 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Представительница нашего региона Елена Ноздрева собрала полный комплект наград. Она стала лучшей в Каное-двойке на 200 метров вместе с Камилой Бобр. На дистанции 500 метров в одиночке Елена финишировала второй. И бронзовая награда также в одиночке на 200 метров. Серебряная медаль на счету Марины Литвинчук в Байдарке на 5000 метров. И бронза у Ольги Худенко в Байдарке на 500 метров. Футбольный клуб Гомель продолжает беспроигрышную серию в чемпионате страны. На данный момент она составляет 4 матча. Если в предыдущих трех встречах зелено-белые одерживали победу, то в этот раз зафиксирована ничья. На стадион Центральный пожаловал один из лидеров первенства – Минская Динамо. Столичные футболисты после серии неудач хотели реабилитироваться. Однако и хозяева не желали просто так дарить три очка. Игра получилась крайне напряженной. Равная борьба наблюдалась вплоть до финальной сирены. Победить мог как Гомель, так и Динамо. Но в результате голов зрители не увидели. В матче зафиксирована нулевая ничья, что можно считать положительным исходом для зелено-белых. БЧ продолжает подготовку к новому сезону. В очередном контрольном поединке железнодорожники порадовали яркой атакующей игрой. Как результат, зрители увидели целую россыпь голов в матче с киевским хитом. Уже на второй минуте Колб открыл счет в матче. Усилия партнера поддержали Кусков и Гуменюк. В 10-й минуте матча хозяева ввели 3-0. Гости тут же один мяч отквитали, однако через минуту статус-кво был восстановлен. После перерыва игра была равной. Команды четыре раза обменивались забитыми мячами. В составе БЧ Гуменюк оформил хит-трик, а Колб – дубль. Окончательный счет в матче – 8-5 в пользу железнодорожников. В Гомле состоялся предпоследний седьмой тур чемпионата города по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. На песчаных площадках в районе каскада Волотовских озер соревновались более двух десятков человек. По итогам пляжных баталий лучшими у мужчин стали Роман Оплевич и Максим Лещук, у женщин – Елена Вераксич и Наталья Липская. Заключительный тур городского первенства пройдет в следующие выходные. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова